При воспоминаниях про встречи советских клубов с Баварией в ее золотые годы середины 1970-х, в первую очередь все говорят про блестящие победы над мюнхенским мировым топ-клубом Киевского «Динамо» в Суперкубке Европы 1975 и четвертьфинале Кубка Европейских чемпионов весной 1977-го, когда команда Валерия Васильевича Лобановского прервала трехлетнюю гегемонию Баварии в Старом Свете. Но при этом большинство, кроме армян, конечно же, как-то забывают, что раньше Киевляйн с Баварией сражался на равных дереванский Арарат. Больше того, вполне мог пройти в полуфинал Кубка чемпионов вот об этом и поведу речь. Поехали! Начать нужно 1973-м годом, когда армянская команда под руководством Никиты Павловича Симоняна выдала просто федеричный сезон. Главным соперником Арарата было как раз Киевское «Динамо», которым тогда руководил Сан Саныч Сивидов. Сначала в Ереване 7 апреля армяне начали чемпионат СССР уверенной победой над украинцами 3-1, чем несказанно обрадовали 64 000 зрителей на Роздане. Правда, летом, 20 августа, уже киевляне обрадовали 90 000 болельщиков на центральном стадионе в Киеве аналогичной виктории над Араратом 3-1 и вышли в лидеры. Только ненадолго, так как в следующем туре команда Симонена снова вырвалась на очко вперед. Апогеем всего сезона стал финал Кубка СССР, который состоялся 10 октября 1973 года в московских Лужниках, где 60 000 поклонников футбола стали свидетелями настоящей драмы, когда киевляне вели 1-0. Сивидов за две минуты до финального свистка меняет двух динамовских лидеров Олега Блохина и Леонида Буряка, после чего Ливон и Штаян счет сравнял, а потом точным ударом принес Арарату победу в дополнительное время 2-1. Более подробно смотрите видео. Динамо Киев Арарат 1973, финал Кубка, изменивший футбол СССР. Дальше армянских футболистов было уже не остановить. На подъеме они выиграли чемпионат союза, оформив таким образом золотой дубль. Первый и единственный в истории Арарата и вообще армянского футбола советского времени. Более подробно смотрите ролик Арарат ВС Динамо Киев 1973, непримиримые в СССР. Что дало право сильнейшему клубу союза представлять страну в Кубке Европейских чемпионов 1974-1975, где явными фаворитами считались действующие обладатели трофея и сильнейший клуб ФРГ Мюнхенская Бавария, Испанская Барселона с Йоханом Кройфом в составе, Феонор Нидерланды, Лидс Юнайтед Англия. На двух первых осенних этапах Кубка Европейских чемпионов Арарату несказанно повезло, что в соперниках были слабые оппоненты, которых армяне прошли без особого напряга. Викинг Ставангер 2-0 в Норвегии и 4-2 в Ереване, Селтик Корк 2-1 в Ирландии и 5-0 на Роздане. Все дело в том, что сезон 1974 у Арарата не заладился и к своему второму в истории Евростарту в сентябре команда подошла, болтаясь на десятом месте чемпионата СССР. В этом, кстати, и была вся жесть советских первенств, потому что сильнейший клуб прошлого сезона почти через год чаще всего таковым уже не являлся. Вот и с Араратом произошла все та же картина Маслом. Команде, благодаря домашним победам в двух последних турах, удалось финишировать пятой. На Симоняна уволили, вместо которого пришел Виктор Александрович Маслов, легендарный дед, создавший суперкоманду «Динамо Киев» второй половины 1960-х и выигравший потом с московским торпедо Кубок СССР 1972 года. А тут еще и новость неутешительная пришла, что соперникам Арарата по четвертьфиналу Кубка европейских чемпионов стала Бавария. Хуже и не придумаешь. Мюнхен армяне полетели с установкой отбиться. И это почти получилось. Алеша Абрамян на воротах творил чудеса реакций, да и вся защита Арарата выглядела солидно, постоянно прорывая все попытки именитого соперника забить. Но ближе к финишу все же уставшие обороняться гости дважды пропустили, на 78 и 83 минутах. Тренер Баварии Дитмер Крамер после матча сказал, что это была лучшая игра его команды в сезоне. Да, еще не все было потеряно, но как-то мало тогда, 5 марта 1975 года, кому верилось, что Арарату удастся отыграться. Больно уж боязненно играли армяне с Баварией впереди, где у них ничего не клеилось. Но Маслов на послематчевой пресс-конференции пообещал, его подопечные к ответной встрече значительно прибавят в кондиции, что вызвало снисходительные улыбки немецких журналистов. Они попросту не поверили тренеру Арарата, мол, выдает желаемое за действительное. А зря. Кстати, поединок Бавария-Арарат на Олимпийском стадионе в Мюнхене собрал 60 тысяч болельщиков. Через две недели, 19 марта 1975 года, на Роздане их было 70 тысяч. Переполненная чаша главной спортивной арены Армении клокотала, как везувий во время извержения, когда на поле вышли главные действующие лица. Тут озвучиваю полностью составы команд, которые потом на протяжении полутора часов своей игрой вызывали полнейший восторг Роздана. Арарат Лереван, Алеша Абрамян, Санасар Геворкиан, Александр Мирзаян, Армен Саркисян, Норик Месрапян, Сергей Бондаренко, Аркадий Андреасян, игрок сборной СССР, Аганес Заназанян, капитан, замена 74 минута Назар Петросян, Ливон Иштаян, сборная СССР, Эдуард Маркаров, Николай Казарян, замена 64 минута Харена Ганессян, главный тренер Виктор Маслов. Бавария Мюнхен, Зепп Майер, чемпион мира в составе сборной ФРГ, Берт Дюрнбергер, Георг Шварценбек, чемпион мира, Йони Хансен, сборная Дании, Франц Бекенбауэр, капитан, чемпион мира, Кони Торстенсон, сборная Швеции, Юб Капельман, чемпион мира, Бьерн Андерсон, сборная Швеции, Ули Генес, чемпион мира, Герд Мюллер, чемпион мира, Клаус Вундер, замена 84 минута, 19-летний талант Карл Гайнс Румениге, будущая мировая звезда, главный тренер Дет Марк Крамер. То есть 19 марта 1975 года против Арарата вышло 6 чемпионов мира 1974 в составе сборной ФРГ Западной Германии, из которых четверо – основа, и еще три ведущих игрока сборной Дании и Швеции. И вот с таким мощнейшим соперником армяне не только сыграли на равных, но и победили. Переполненный Роздан взорвался фейерверком позитива на тридцать четвертой минуте, когда Иштаян навесил со штрафного. Казарян набросил головой в центр штрафной площади Баварии, где Андреасян головой отправил мяч в угол ворот именитого соперника. Зепп Майер бессилен. Пришло время нервничать действующим обладателям Кубка чемпионов. Увы, на весь второй тайм футболистам Арарата попросту не хватило сил. К тому же, один из лидеров, Заназанян, неудачно наступил на мяч и сломал ногу. А еще раньше пришлось менять уставшего Казаряна на 20-летнего дебютанта Харена Аганесяна, который потом, в 1996 году Игорю Раберинуру в интервью так вспоминает свой первый выход на поле в основном составе Арарата. Цитирую. Первый свой официальный матч помните? Ответ. Еще бы его не помнить, ведь он был против Баварии. Кого, простите? Вы не ослышались, Баварии. Арарат вышел в четвертьфинал Кубка чемпионов и попал на чемпиона ФРГ, в котором играли то ли пять, то ли шесть чемпионов мира предыдущего года во главе с самим Бекенбауэром. И когда Маслов сказал, готовься, будешь играть, я ушам своим не поверил, хотя мандраж был страшный, сыграл видимо неплохо, раз выиграли мы дома у этих чемпионов 1-0. Да, Аганесян сыграл очень даже неплохо, впрочем, как и весь Арарат. Ведь недаром на послематчевой пресс-конференции Дитмар Крамер негодовал. Мы не имеем морального права праздновать общую победу. Нас прижали к собственным воротам, нам продемонстрировали превосходство во владении мячом. Нас превзошли в движении. Арарат за две недели встал на ноги, мы же словно бы присели. Бавария дальше извлечет уроки из ереванского поражения, которое едва не стало осечкой и уже не будет проигрывать в Кубке чемпионов 1974-75, одолев французский Сент-Этьен в полуфинале с общими 2-0, или Цюнатед в решающем поединке с тем же 2-0. А вот Арарат. Да, наставник Баварии Крамер был прав. За две недели встал на ноги и пошел, вернее побежал к покорению новых вершин советского футбола. Правда, в чемпионате страны 1975 армяне заняли все то же пятое место, что и годом ранее. Зато Кубок СССР выиграли. О чем и поведу речь дальше. Как раньше писали в советских газетах и журналах, продолжение следует. С вами был Саныч, до новых встреч.